Дума 6.0 Дмитрий Васильевич, здравствуйте. Добрый день. В ряде пермских СМИ стали появляться информация о том, что возможно повышение тарифа на проезд. Насколько это обосновано, насколько это корректная информация? Ну, вы знаете, переживая ежегодно, входя в осенний период, ежегодно появляется информация в средствах массовой информации, либо откуда-то, о том, что город планирует изменять тариф, как правило, в сторону увеличения. Этот год тоже не стал исключением, собственно говоря. Да, действительно, я замечал в средствах массовой информации в некоторых о том, что вот сегодня готовится изменение тарифа. Сразу вам хочу сказать, что абсолютно никаких предпосылок в этом году для изменения в сторону увеличения тарифа на проезд в общественном транспорте нет. На самом деле, есть решение Пермской городской думы номер 7, которое, собственно говоря, определяет порядок формирования тарифа. Для того, чтобы вообще поставить вопрос об изменении этого, необходимо выполнять некоторых условий. В частности, первое, необходимо посмотреть тактико-эксплуатационные характеристики вообще в этой отрасли. Второй момент необходимо проанализировать, как, собственно говоря, в режиме одного часа ведет себя транспорт и вот сколько это стоит. Дальше необходимо посмотреть всю отрасль, как отрасль сегодня себя ведет. И после этого лишь только определяется расчетный тариф. Надо сказать, что по этому же решению, по седьмому, пересмотр тарифа не может быть больше одного раза в год. То есть, вот один раз посмотрели тариф, да, действительно, изменились условия. Еще я не сказал, что для того, чтобы вообще подойти к этому вопросу, необходимо для того, чтобы существенно изменились условия. Условия. Какие условия? Первое, либо экономические условия изменились. Дмитрий Васильевич, а вот здесь прерву, а по-вашему экономические условия не изменились? То есть, все дорожает, проезд остается неизменным? Вы знаете, по прогнозам Минэкономразвития, сегодня инфляция находится в районе 3-4%. Безусловно, что цены дорожают, а жизнь дешевеет в этих пределах. Но это достаточно, нельзя сказать, что это существенные условия. Второй момент, все-таки, если изменяются виды и уровень отчислений в различные бюджеты, например, в федеральный бюджет, такого тоже сегодня нет. Уровень 5%, если изменяется на 5% эти виды или размеры, это не произошло. Ну и, конечно, какие-то изменения нормативных правовых актов. Такого тоже не произошло. Дмитрий Васильевич, вы говорили про расчетный тариф. Например, в нашем городе, кроме общественного транспорта, есть еще общественный электрический транспорт. И вот недавно появилась информация о том, что Пермские горы электротранс, возможно, освободят от необходимости ремонтировать пути самостоятельно, передадут эту обязанность администрации. И то есть, вот эта часть расходов будет у них переложена на другое лицо. И, как следствие, возможно, тариф все-таки поменяется. Или все-таки нет? Да, вы знаете, сегодня рассматривается этот вопрос. Это вопрос. Действительно, в последний раз мы изменяли тариф в решение, принимала Пермская городская дума, а только Пермская городская дума принимает решение об изменении тарифа. Единственный тариф, который мы регулируем сегодня на уровне муниципалитета, это как раз-таки проезд в общественном транспорте. Действительно, последний раз это было в 2015 году принималось решение, и тариф 20 рублей, он существует с 1 января 2016 года. Тариф этот равен 20 рублям. На самом деле, его по разным категориям транспорта, он разный, обоснованный тариф. Например, по трамваю, он самый большой, это 36 рублей, по троллейбусам это 24 рубля, и по автобусам это 19 рублей. Средневзвешенный тариф был определен 20 рублей. Действительно, сейчас рассматривается вопрос об изменении работы по содержанию трамвайных путей, и если эти работы будут исключены из статьи расходов, то, конечно же, мы полагаем, что тариф на трамваи снизится до 24 рублей, с 36. Конечно же, это, в принципе, может повлиять, в том числе и на снижение тарифа. Тем не менее, это мы рассматриваем, но в совокупности, снижение по трамвайным путям, вы правильно сказали первоначально при обсуждении о том, что все-таки цены растут, скорее все-таки на средневзвешенный тариф это не повлияет, но это предположение пока. Надо сказать, что при главе города создана рабочая группа. В рабочую группу входят отраслевики, представители общественности, транспортные, в том числе и депутатский корпус. Это 32-е решение Пермской городской думы, которые на своем уровне и занимаются обоснованностью или необоснованностью тарифа. И только после того, когда это проходит через эту рабочую группу, это попадает к нам на Пермскую городскую думу, где мы уже, собственно говоря, взвесив все за и против, принимаем решение об изменении или не изменении тарифа. Дмитрий Васильевич, а правильно я понимаю, что до марта 2018, пока действуют политические факторы, мы в марте выберем президента, до этого момента не будут взвешены все за и против, и тариф мы менять не будем? Вы знаете, я бы не связывал два этих события, потому как, вы знаете, наоборот, выгоднее сегодня в преддверии выборов президента, собственно говоря, пересмотреть тариф и, значит, может быть, принять, потому что до марта еще достаточно много времени, либо в сторону уменьшения, либо, еще раз говорю, сегодня мы можем только предполагать. А тариф, он расчетный, и он, собственно говоря, математический. Но, еще раз говорю, для этого должны быть созданы определенные предпосылки, которых сегодня нет, этих предпосылок, поэтому я не увязываю эти два мероприятия с собой, выборы, в том числе и, естественно, высший уровень выборов президента Российской Федерации. Я все-таки совершенно отчетливо заявляю, что сегодня предпосылок для того, чтобы пересматривать тариф, нет. Отлично. Но вот, что касается, например, проезда льготного, для льготных групп населения, это школьники, пенсионеры, студенты очной формы. Насколько знаю, вчера, во вторник, в Комитете профессиональной политики депутаты рекомендовали рассмотреть и продлить льготный проезд до 2020 года. Так ли это? И есть ли на это основания? Вы знаете, очень важно, что наш бюджет, бюджет города Перми, он бездефицитный, социально ориентированный и сбалансированный. Это значит, что все наши доходы и расходы, они бьют. Доходы равны расходам. Мы не лезем в долг, да, и это тоже очень важно, потому что непростой период, переживаем. Наш бюджет социально ориентированный, то есть есть категории граждан, которых, конечно же, мы просто обязаны поддерживать. Это касается, в первую очередь, конечно, малообеспеченных. А малообеспеченные, ну это кто? Это студенты, это пенсионеры, это ученики. И вот было принято решение, непростое решение, о том, что городской бюджет поддерживает данные категории при тарифе 20 рублей в общественном транспорте. Городской бюджет предлагает данным категориям скидку, назову это так, 40%. За 12 рублей эти люди ездят. 8 рублей из бюджета. Да, но эти 8 рублей, они не значат, что, значит, это как в магазине, знаете, пришел и получил скидку. Эти 8 рублей необходимо датировать, необходимо подтверждать чем-то. И он, конечно же, подтвержден другими статьями, доходными в бюджете. То есть, собственно говоря, а это примерно 119 миллионов с копейками, ну, грубо, 120 миллионов рублей по году. Я вам хочу сказать, что 120 миллионов рублей по году, это примерно половина садика. У нас в среднем садик стоит 200 миллионов рублей. И здесь важно понять, что да, мы понимаем, что данные категории людей необходимо поддерживать, но, тем не менее, и жителям, людям надо понимать, что эти деньги приходится откуда-то брать, дабы вот обеспечить эти расходные статьи. То есть, перевозчик не несет никаких расходов? Он получает те же 20 рублей? Перевозчик получает те же 20 рублей, а это бремя расходов на себя берет бюджет. Дмитрий Васильевич, а вот в марте 2017 года, насколько я помню, прям были такие волнения, в основном студентов, да, о том, что введено ограничение поездок. То есть, есть, я насколько понимаю, электронный проездной, который нужно приобрести, оплатить как раз-таки 60%, да, и 40% будет скидка. Волнение-то с чем связано? Ну, знаете, вот в социуме, у общественности, вообще в жизни нашей, любое ограничение никогда не вызывает одобрения. Любое ограничение это люди расценивают как ущемление неких своих прав ли, каких-то прошлых условий, которые были. И, конечно же, вводя некое ограничение по количестве поездок, да, мы привязались к количеству поездок и по стоимости, конечно же, студенчество в основном, студенчество в студенческой среде это вызвало некое такое непонимание, может быть, даже какой-то первоначальный и протест. Да, действительно, пришлось много общаться с студентами, разговаривать, рассказывать, почему это. А еще раз, это происходит лишь только потому, что, повторюсь, надо экономить деньги бюджета. Понимаете, вот мы посчитали полностью освободить, примерно нужно 200 миллионов, это будет больше. Это чтобы было максимальное количество поездок. А сколько поездок в среднем, то есть есть же какой-то уже опыт, какая-то статистика, сколько поездок оплачивают большинство? Да, я вам хочу сказать, мы ввели проездной, льготный проездной 60 градуировка, 90 поездок и 120. Сегодня самый востребованный проездной это 60. То есть тот самый минимум, о котором все кричали. Потому что еще мы предоставили право людям, они могут даже и увеличить потом, если нужно. Но даже сегодня этот проездной 60 поездок, он не востребован полностью. То есть год, при котором мы прожили, он показал, что даже такой проездной, в общем-то, не востребован. А в ответ этих событий тогда 24 октября депутаты будут одобрять продление льготного проезда? Или, может, тогда не стоит? Нет, безусловно, мы находимся ровно в таком русле таких решений, которые были приняты. Более того, расходные обязательства мы продлеваем до 2020 года. И в этом плане студенты, и в этом плане учащиеся, и наши уважаемые пенсионеры, наше старшее поколение могут быть спокойны. Все продолжает действовать так, как мы договорились в 2016 году. И прожили уже год. Ничего не меняется. И та льгота, которая была предоставлена людям, и мы посмотрели, насколько она была востребована. Она была востребована частично. Но это не значит, что мы деньги... Опять же, деньги перечисляются за проезженные. То есть по факту? Конечно, по факту. А помогает нам в этой связи оценивать этот фактор, это система электронного учета пассажиропотока. Отлично. Дмитрий Васильевич, давайте про пассажиропоток. То есть пассажиропоток льготный. Есть какая-то определенная система, если я правильно понимаю, которая учитывает и считает каждого пассажира, который воспользовался этим правом льготно проехать. Да, вы знаете. До тех пор, пока не была внедрена, а надо сказать, что Пермская городская дума приняла решение о внедрении системы электронного учета пассажиров еще в 2014 году. И на самом деле, с точки зрения плановости внедрения в эту жизнь, в 2015 году эта система должна была быть внедрена. Но в силу определенных, как всегда, в нашей жизни трудностей, это все растянулось до сегодняшнего дня. И на самом деле, этот вопрос постоянно находится на контроле. Дмитрий Васильевич, я предлагаю сейчас прерваться на рекламу. После к нам присоединится специалист этой отрасли. Мы обязательно у него уточним этот вопрос. Хорошо. Продолжение следует... Это Дума 6.0. Во время рекламы к нам присоединился начальник МКУ ГорТранс Анатолий Путин. Анатолий, здравствуйте. Добрый день. Дмитрий Васильевич, Анатолий, я предлагаю посмотреть сюжет, который подготовили мои коллеги относительно учета льготных пассажиров. Согласно официальным данным, за первые 9 месяцев 2017 года льготным проездом в городском транспорте воспользовались 47 708 человек. Правом льготного проезда могут пользоваться школьники, студенты очной формы обучения, пенсионеры. Существует несколько систем учета льготных пассажиров. Все они работают по одному принципу. Пассажир прикладывает проездной билет к валидатору и получает квитанцию об оплате проезда. 40% от стоимости поездки перевозчику компенсируют городские власти в виде субсидии. Однако, чтобы ее получить, перевозчик должен предоставить данные системы учета пассажиропотока, аккредитованный МКУ ГорТранс, оператором системы льготных проездных документов. Единая система позволяет повысить объективность данных пассажиропотока. И 70% перевозчиков уже подключились к этой системе. И если перспективы учета льготных пассажиров выглядят достаточно позитивно, то вопрос с учетом общего пассажиропотока стоит остро. Первоначально задача по внедрению автоматизированной системы была поставлена еще в конце 2014 года, со сроком исполнения до 1 апреля 2015. Однако срок этот неоднократно отодвигался. И сейчас подключение всех транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров, к системе планируется завершить к 31 декабря этого года. Пока же пассажиропоток замеряют два раза в год, фиксируют количество пассажиров в будний, предвыходной и выходной день. Полученные данные масштабируются от месяца к году. Но этот способ не объективен, так как каждый перевозчик использует свою систему и предоставляет уже обработанные данные. Проверить достоверность этих сведений практически невозможно. А ведь без данных о пассажиропотоке невозможно говорить об экономической обоснованности тарифа проезда в общественном транспорте. Дмитрий Васильевич, вот о том, о чем мы говорили в начале программы про тариф, все-таки к этому возвращаемся. Действительно, об экономической обоснованности говорить не приходится, пока в 2015 обещали сделать эту программу учета, ее до сих пор не сделали. Есть какие-то инструменты, чтобы повлиять на администрацию, все-таки хотя бы до этого года, до конца этого года, система уже начала работать? Ну, вы знаете, конечно, безусловно, вот эта система, я сравню ее с весами. Вот мы приходим на рынок, покупаем чего-нибудь, да, сколько мы купили мяса или там картошки, взвешивают весы и говорят, там 2 килограмма 238 грамм. Все это понятно. До тех пор, пока не будет введена данная система электронная, понятно, что измерение пассажиропотока достаточно условное. Более того, мы мерили там красными какими-то картинками, белыми картинками. Вот такая была немножко смешная процедура, да, кажущаяся на первый взгляд. И она всегда условна, она всегда достаточно такая вызывает сомнения. Поэтому администрация нас заверяет сегодня о том, что до 31 декабря 2017 года эта система будет внедрена на 100% транспорта, который участвует в перевозке граждан, жителей города Перми. Анатолий Алексеевич, а вы можете подтвердить эту информацию? Будет введена? Да. Что я могу сказать. Перевозчик сейчас может подключиться к нашей системе, и у него нет никаких препятствий, чтобы это сделать. Однако мы не можем какими-либо насильственными способами заставить перевозчика подключиться. Это его добровольное желание. То есть это вот то, чем мы сейчас ограничены. Как вот было отмечено в сюжете, сейчас 70% перевозчиков подключились к нашей системе, и по ним мы видим полностью объективные и достоверные данные по поездкам льготников. Очень бы хотелось верить, что до конца года осталось 30% также подключиться к нам. Но это про льготные. А вот вообще же не ведется такой крупный учет именно общего пассажиропотока? То есть вот стоят эти валидаторы. Что мешает через эти валидаторы также учитывать и каждого пассажира, не только льготника? Поясню. Вот буквально на прошлой неделе мы проводили очередное обследование. Наверное, 95% перевозчиков уже используют валидатор для фиксации перевезенных пассажиров. Однако каждый перевозчик, поскольку он сам собирает выручку, он использует ту систему учета, которую считают необходимой. И нам из этой системы уже предоставляют данные в виде итогового отчета. И вы их не можете никак проверить? Грубо говоря, да. Конечно, мы организуем на линии контроль. Наши контролеры проверяют, правильно ли обелечиваются пассажиры, всем ли выдаются билеты. Но вживую проконтролировать на линии весь подвижной состав пока невозможно. Вот вы знаете, до тех пор, пока у нас каждый перевозчик будет просчитывать сам свой пассажиропоток, я не хочу сказать, что здесь есть искажения, но мы всегда будем с недоверием к этому относиться. Сам вожу, сам и считаю. Почему и важно вести эту систему, и более того, она должна быть точно не в руках у перевозчика. Она должна быть в руках у города. Городская власть должна контролировать сегодня пассажиропоток через эту систему, именно для того, чтобы мы справедливый делали тариф на проезд, а не условный, для того, чтобы он был безусловным, эмпирическим. Потому что пассажиропоток в определении тарифа – это очень существенная часть. В общем-то, на это и нужно основываться, насколько я понимаю, чтобы решать, платить субсидии, не платить субсидии. А пока нам кондуктор выдает бумажный билетик, пока мы не можем с банковской карты. Кстати, вот когда уже произойдут изменения, и мы сможем расплатиться за проезд банковской картой? По банковской карте данный вопрос прорабатывается. То есть к нам уже обращался ряд банков, которые предлагали услуги акваринга. То есть они готовы? Они готовы, да. Единственное, что здесь стоит отметить, что, как я уже говорил, сейчас выручку собирает перевозчик. Соответственно, услуги акваринга также должен заказывать перевозчик. Ну и оплачивает, соответственно, тоже перевозчик. Это статья расходов для них. Да, мы поддерживаем любую инициативу перевозчика. То есть наша система готова сотрудничать в данном формате. Но последнее слово непосредственно за перевозчиком. Дмитрий Васильевич, но все-таки депутаты ведь должны иметь какие-то административные рычаги для того, чтобы этот процесс ускорить, чтобы все-таки уже пассажиры могли комфортно себя чувствовать и комфортно расплачиваться в транспорте. Безусловно, вопрос, вот этот именно вопрос, вопрос внедрения автоматизированной системы учета пассажиров, он стоит на контроле и у профильного комитета, это комитет по городскому хозяйству, и вообще у Пермской городской думы. Значит, я вам хочу сказать, что мы возвращаемся к этому вопросу периодически и запрашиваем администрацию о том, где мы находимся. Вот сегодня вам представитель администрации города Перми сказал, что, в принципе, здесь необходимо, чтобы сами же тоже перевозчики перешли на эту систему. Все осталось за малым. Некоторые перевозчики почему-то хотят ориентироваться на свои системы. Ну, я на самом деле, как депутат, понимаю, что, еще раз, для того, чтобы мы договорились о справедливом тарифе, который бы отражал, собственно говоря, и все затраты перевозчиков, собственно говоря, был справедлив и для населения, в первую очередь, мы должны перейти от условных каких-то сравнительных характеристик к безусловным. К единой системе. К единой системе. Поэтому всем нужно войти в эту единую систему. Я согласен, что насыщение его может быть, это уже второй вопрос, вопрос технический. Она может работать и через карточки, и через некарточки, и карточки могут пополняться, не пополняться. Это уже техника жанра. Самое главное, что мы должны договориться и перевозчики, и власти о том, что у нас должна справедливая, прозрачная, информативная система, которая будет показывать реальную картину того, что происходит на всех маршрутах и отдельно в каждом автобусе. И тогда мы будем говорить, только тогда мы перейдем к вопросу о том, насколько тот тариф, который мы рассматриваем, он реально отражает все затраты и все то, что методика под собой определяет. Вот попытаюсь подытожить. То есть правильно я понимаю, что не хватает закона? Простого закона, который бы говорил, что каждый перевозчик должен пользоваться вот именно этой системой учета. Ну, я не могу сказать, что не хватает закона. Решение такое на муниципальном уровне принято. Собственно говоря, сегодня этот момент регламентируется решением Пермской городской думы о внедрении автоматизированной системы. Другой вопрос, что вот тем перевозчикам, которые до сих пор еще не присоединились к системе, которой оперирует сегодня администрация, надо просто очень быстро к ней все эти противоречия свои снять, и администрации в том числе присоединяться и совместно перевозчикам качественно и безопасно перевозить наших жителей города Перми, а администрации, в том числе депутатскому корпусу, создать справедливый тариф, который бы отражал реалии. Отлично. К сожалению, время нашей программы подходит к концу. А я напоминаю, в нашей студии был первый заместитель председателя Пермской городской думы Дмитрий Малютин, а также начальник НКУ Гортранс Анатолий Путин. До встречи в эфире.